Привет, ребят! Меня зовут Оксана Кудлай, и сегодня мы с вами обсудим топ-5 ошибок подготовки к ЕГЭ по русскому языку, которые традиционно совершают выпускники. Первая и, наверное, главная ошибка, которая может вам стоить очень многих баллов, это нарешивание целых вариантов в течение года. Конечно, у вас может создаваться иллюзия, что решать вариант целиком лучше и правильнее, потому что так вы привыкаете к формату экзамена, и у вас создается видимость анализа своих ошибок, когда вы сверяете с ответами вашу тестовую часть и анализируете, проверяете только те номера, в которых вы ошиблись. Ребят, ну это иллюзия. Почему? Потому что очень часто варианты на ЕГЭ по русскому языку очень неравноценны, и в каком-то варианте, ну, допустим, в седьмом, в восьмом задании, это грамматика, вам может попасться какое-то легкое задание, а уже в совершенно другом варианте, или, например, на реальном экзамене, вам может попасться очень сложное задание, которого вы никогда не решали, и на которое, скорее всего, вы ответа просто не знаете. И когда вы просто сверяете свои ответы с ответами в справочнике, в сборнике, то вы не рефлексируете, вы не отрабатываете ошибки по темам, вы разбираете лишь единичный случай, который, я вас уверяю, вы уже через неделю забудете. У вас отсутствует система подготовки. К русскому языку необходимо готовиться по блокам, точнее, по разделам или, если хотите, по темам. Допустим, если вы читали кодификатор, или сами знаете, из каких частей состоит ЕГЭ по русскому языку, вы с легкостью можете представить, что, например, 9-15 задания посвящены орфографии, а 16-21 задания – пунктуации и так далее. Поэтому нужно начинать, конечно, подготовку с теории, но не просто с зубрежки правил или постоянного прогона теории, а именно с баланса теории и практики. Изучили теорию – сразу отработали эту тему на практике. Только так. И только после того, как у вас будет база определенная, или хотя бы просто фундамент знаний, только тогда вы уже можете приступать к написанию вариантов и к написанию пробников. Следующая распространенная ошибка, она была характерна не только для выпускников этого года, но и для прошлых лет. Это написание итогового сочинения и подготовка вообще к итоговому сочинению без учета сочинения ЕГЭ. Что это значит? В декабре традиционно выпускники пишут итоговое сочинение. И ребята, многие ребята на самом деле считают, что с сентября и до декабря они должны посвятить полностью это время подготовки к итоговому и забросить сочинение ЕГЭ. А вось после Нового года наверстаю, время еще будет. Ребят, это вот очень опасное заблуждение, потому что, как вы помните, сочинение ЕГЭ стоит почти половину и первичных, и вторичных баллов. Если не ошибаюсь, в этом году 42 вторичных балла давали за сочинение ЕГЭ при идеальном его написании. Представьте себе, что вы теряете полгода, то есть до декабря, и вы рискуете на реальном экзамене потерять из-за этого почти половину вторичных баллов. Например, если вы толком не отработали написание проблемы, нахождение, формулировку проблемы, то вы рискуете на реальном экзамене потерять целых 9 первичных баллов из 25, если вы не попадаете в проблему, если вы не находите проблему. Это очень дорого, поэтому я советую и всегда делаю так на своих курсах. Готовьтесь одновременно, параллельно и к итоговому сочинению, и к сочинению ЕГЭ. Не бойтесь запутаться в структурах, потому что структура итогового сочинения ясна как день, вступление – основная часть заключения. Конечно, сочинение ЕГЭ – структура посложнее, но она опирается на критерии, и если вы выучите критерии, вы с легкостью вспомните структуру, даже если на какое-то время у вас будет отсутствовать практика написания сочинений ЕГЭ, например, в декабре, когда у вас будет завал, и вы будете думать за неделю до итогового сочинения только об этом. Плюс к этому, помните, что итоговое сочинение – это хорошая тренировка перед сочением ЕГЭ. Однако, грамотность в итоговом сочинении оценивается очень лояльно. Вы можете допустить 5 ошибок на каждые 100 слов, а в сочинении ЕГЭ уже за одну, например, орфографическую ошибку вы теряете целый первичный балл. Один балл. Вот, поэтому обязательно готовьтесь к двум, параллельно к двум работам. Третья ошибка – это, знаете, очень больно от осознания мне вот этой ошибки, потому что многие ребята все равно не воспринимают мои слова всерьез, когда я говорю, нельзя писать сечение ЕГЭ, опираясь целиком и полностью на какой-либо шаблон, который вам дали в школе, дал репетитор или какой-нибудь другой онлайн-преподаватель. Так делать нельзя. Конечно, есть костяк, есть структурный шаблон, мы знаем, какая часть идет первой, да, это проблема, потом идет комментарий и так далее. Однако, ребят, использовать готовые фразы нельзя, потому что эти фразы могут не подойти к вашему конкретному тексту, который попадется вам на реальном экзамене. Даже этот шаблон не может учитывать одновременно и художественный, и публицистический текст. А вы не знаете, какой текст именно вам попадется. Для художественного текста есть свой шаблон, для публицистики другой. При этом встает еще проблема автора, автор и рассказчик в сочинении ЕГЭ. Совпадают ли они, различаются ли они, как правильно писать автор или все-таки рассказчик. Для художественного один алгоритм, для публицистического текста другой алгоритм. Путать их нельзя. Плюс, в чем еще минус готовых шаблонов? Это фразы, которые полны канцеляризмов. Ну, допустим, данная проблема находится в центре внимания автора. Слово данный является канцеляризмом. Почему? Потому что это слово характерно для официально-делового стиля речи. То есть для того стиля, который используется в официальных документах. И переносить эти термины, эти канцеляризмы в творческую работу нельзя. Даже если вам повезет, даже если попадется проверяющий, который не снимет баллы за слово данный, или за слово является, или за фразу в связи с вышесказанным, то если ваша работа будет полна таких фраз, таких слов, вам снизят баллы по критерию К6, качество и разнообразие вашей речи. Пожалуйста, будьте внимательны и не используйте готовые шаблоны. И снятие баллов за К6 это только меньшее из зол. Потому что если вы будете использовать готовый шаблон художественного текста, например, для публицистического, вам могут снять баллы. За К5 это логика, за К12 это фактическая ошибка, если вы автора назовете рассказчиком или будете чередовать эти понятия. Это очень важно. Сочинение это творческая работа, несмотря на то, что вы должны жестко идти по критериям. Нельзя подогнать под один шаблон такие многогранные тексты, тексты таких писателей, как Толстой, Чехов, Достоевский, Гончаров и так далее. Будьте внимательны, ребят, и не ведитесь на рекламные буклеты, как подготовиться к ЕГЭ по-русскому за 10 минут. Дальше. Какие еще ошибки совершают выпускники? Пишут формальную связь в сочинении ЕГЭ. Наверное, вы уже наслышаны от старших товарищей или от учителей о том, что очень много проблем возникают именно со связью и анализом связи. Это часть комментариев в сочинении ЕГЭ. Многие ребята говорят со слов учителей, что нельзя писать, примеры дополняют друг друга. Или нельзя писать, второй пример дополняет первый. И вообще, что связи дополнения не существует. Почему такие заблуждения, такие стереотипы возникают? Из-за того, что многие выпускники, используя самую популярную связь в сочинении ЕГЭ дополнения, пишут ее формально. Что значит формально? Либо не анализируют ее, либо просто пишут примеры, дополняют друг друга и помогают автору лучше раскрыть проблему. Что содержится в этой связи? В этой фразе? Разве в ней есть какой-то содержательный аспект? Нет, это просто шаблонная фраза, которую выучил выпускник и который пихает эту фразу в любой текст, не анализируя и не осознавая, а какую роль эта связь выполняет. А как связь дополнения, да, помогает лучше раскрыть проблему. Как именно? Что значит лучше раскрыть? Это пустые слова. Вам нужно написать, как именно. Она помогает лучше раскрыть проблему. И, наконец, последняя ошибка. Это, наверное, ошибка выпускников этого года во многом. Это неумение обрабатывать аналитическую информацию, неумение анализировать ее. Что это значит? Где вообще встречается, да, аналитика в ЕГЭ по русскому языку? Прежде всего, это задание номер один. Задание по тексту. Это задание в этом году было новым, его изменили. И, конечно, статистика даже моего курса показывает, что многие ошиблись именно в этом задании. Почему так происходит? Потому что ЕГЭ — это натаскивание. ЕГЭ очень часто, к сожалению, не учат думать. Но составители, надо отдать им должное, всеми силами стараются это исправить. И это демонстрирует изменение задания один. Теперь в задании один нужно не просто выбирать два предложения, где содержится главная информация, а нужно анализировать текст. Вам дается одно положение, один вариант, в котором сказано, допустим, что этот текст публицистического стиля и его миссия такова. Или что в этом тексте используются сравнения метафоры, перечислены эти сравнения метафоры для того, чтобы. И вам нужно понять, это правильно или это неправильно. И, конечно, задание номер один требует не просто каких-то ограниченных знаний, ну, допустим, которые мы применяем в том же задании 13. Выучил правила на солидное раздельное написание не с частями речи и радуйся. Нет. Первое задание проверяет кругозор, проверяет знания типов, стилей речи, проверяет знания средств выразительности и умение использовать эти знания на практике. Поэтому, ребята, когда вы учите русский язык, не зубрите правила, опирайтесь прежде всего на понимание и на логику языка. Как бы это сейчас смешно не звучало, да, в русском языке много исключений, да, в русском языке много странных правил, но при этом в русском языке, как и в любом другом языке, есть система и есть логика. И эту логику и систему нужно стараться выстраивать и понимать, а не зазубривать. Ну что, если это видео было полезным, обязательно поставь лайк, подпишись на канал и поставь колокольчик. Следи за моими видео, за бесплатным контентом. Удачи в подготовке. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok